ну что всем приветик я смотрю тут нас набирается немножко хорошо хорошо сейчас все подключится мы начнем ну хорошо ну что ж у нас сегодня тема определение трендов я вкратце понятно что тренды вы сейчас можете задать банальный вопрос чувак чем тебя очень должны слушать да кто то есть такой вот ну вообще говоря я сам трейдер изначально трейдер вкратце себе расскажу пару минут вы понимали да потом уже перейдем к теме сам я из минска в минске живу республика беларусь вот трейдингом занимаюсь район десяти лет я думаю где-то всем из них можно назвать профессиональным это то что я уже на них зарабатывать у меня ушло где-то года три на обучение но это мой путь ваш он может быть намного короче если вы этого захотите дальше обучением я занимаюсь примерно с того же самого времени и где-то лет пять профессионально обучаю то есть беру деньги за обучение да вот что касается трейдинга ну что вам сказать я сказал три года я обучался этому у разных коучей по разному то есть я ходил по граблям это был мой путь что еще торгую на инвесторских счетах пяти шести значными цифрами в долларах делаю примерно ну так от ста тридцати процентов от депозита в год ну там по-разному в зависимости от риск-менеджмента на определенном депозите потому что инвесторы разные что еще ну в общем такая история по поводу обучения обучил больше тысяч человек ну как бы у нас не курсы выкидыша недели два его суперспец а мы учим длительную например наша программа она вообще годовая 4 месяца 12 месяцев то есть подходим к этому профессионально не вот поэтому у меня есть огромный опыт как в трейдинге огромный опыт в обучении и мне есть чем с вами поделиться более подробно вы можете меня загуглить меня зовут алексей громов youtube канал там по 16 15 подписчиков соц сети и так далее то есть сайты сможете почитать если захотите насчет сегодняшней темы да то есть я так вся рассказал какое крутой да теперь по тему тренды то есть как определить эту шпаргалочка по очереди не вот почему вот мне важно до вас донести информацию про тренды крайне важная штука некоторые из вас вы можете сказать слушай ну да ладно я вот открыт график я вижу там растет там падает дураком надо быть чтоб не увидеть и да и нет в наше время в нашу эпоху скорости выросли не мне вам рассказывать сами все видите знаете понимаете все становится очень быстро то есть тренды становится короче флеты становятся затяжные то есть те состояния рынка которых удобно комфортно удобно торговать и зарабатывать они становятся все короче все сложнее все с большими всевозможными так сказать препонами от брокеров это много моментов вот поэтому тут важнее нам самим расти они останавливаться на достигнутом да то есть если когда-то на коньках покататься спиной это было круто то сейчас проним талуп тулупом никого не увидишь да не удивишь поэтому здесь наше время соответственно и видеть надо все тоньше иначе поэтому видение умения работы с трендом этой сложной рыночной нынешней ситуации это крайне важный момент давайте это сейчас за расшариваем экран демонстрации крана совместное использование ну вы должны собственно начать видеть мой экран вот и я в общем на нем буду рисовать у меня такая калякалка есть я буду на ней рисовать ну и соответственно что-то объяснять параллельно да то есть сейчас нас план какой я сначала покажу вот потом ну покажу на как на доске грубо говоря да потом мы перейдем и поговорим о теории а потом мы перейдем с вами на на реальный рынок посмотрим что там как есть как как я вижу как я читаю как я работаю сразу же вам хочу сказать что это вебинар ну что тут сколько-то минут даже толком часом это не назовешь вот понятно что хотелось бы сделать за это время из вас всех супер спецов но я думаю вы сами понимаете что это невозможно но мы попробуем да мы попробуем что-то вам поэтому слушайте внимательно пытайтесь сникнуть и разобраться то есть я вот вам сейчас говорил о важности тренда то что вот важно важно видеть его и понимать в моем видении в моем видении понимания рынка на рынке бывают только две две фазы только два состояния рынка это собственно говоря тренд и это собственно флэт все больше никаких других не может быть то есть если у нас текущий тренд заканчивается то он переходит либо во флэт либо разворачивается и уходит в противоположном направлении тренд штрих назовем и вот этот тренд штрих соответственно он может переходить либо во флэт либо условно в тренд два штриха и так далее то есть она таким образом и движется такую можно математическую модель описать что тренд он может переходить либо в новый тренд либо во флэт из моих наблюдений за рынком все остальное это просто притянутый за уши что-то согласитесь посмотрите на рынок достаточно убедиться в том что либо какой-то бардак непонятно но если она тоже понятно но это называется в общем флэтом кстати внутри него тоже можно работать либо это есть тренд и соответственно рынок он может либо в одной фазе находиться либо во второй и так я надеюсь вам объяснил важность тренда и в чем так сказать понятно что скорости изменились понятно что сложнее стало работать да ну не так что прям кардинально но постепенно это становится так значит и вторая важность тренда это то что благодаря ему можем увидеть куда входить в рынок да потому что ну график-то здорово но график очень классная вещь да ну допустим на вот кстати то же самый терминал тег мило реальный счет туда вот 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 сейчас вот евро находится в флэтовом состоянии рынка да вот он находится во флэтовом состоянии рынка то есть такой не особо вот это вот состояние было трендовое что ни на есть который внутри него можно было работать если вот открыть примерно 15 минут и тут важно понять куда конкретно входить то что тренд он же не говорит куда входить но для этого есть точки входа у нас вот эти три вебинара они будут именно о тренде друзья мои сразу хочу сказать а точка входа будет но совсем коротко может быть на третьем занятии чуть поподробнее расскажу все три занятия буду говорить в основном о тренде сейчас будем разбирать посмотреть показывать чтобы у вас какая-то была конструкция в голове эта модель вот но это не вебинары про точки входа очень часто распространенное заблуждение что точки входа рулят все это знаете как получить ключ а куда его присунуть непонятно да то есть ключ есть двери нету дверь есть замка нету дверь замок есть а а там дальше ничего нету вот поэтому все делается в комплексе комплексом вот это вот это все это и есть называется торговая стратегия торговая стратегия она все важно вот как в теле каждый орган важен без печени без сердца без мозга и не прожить поэтому жизненно важные органы без них никогда даже железы в организме без них тоже никак не просуществовать и так далее то есть все это важно все это взаимосвязано но фундаментальные вещи такие как тренд и немножко вкратце сейчас отойдем поговорим как его определять и поговорим о том как им пользоваться то есть использовать точки входа до и после да мы сейчас с вами об этом поговорим может быть я вам даже кто из самых терпеливых в следующий раз нарисую общую модель такой трейдинга что вообще понимали еще он состоит ну хорошо в общем нам нужен тренд да ок что как с этим делать смотрите я я сам волновик да но есть такое понятие как волновой анализ это система понимание того что сейчас происходит на рынке одна из систем то есть их много существует кто-то определяет с помощью индикаторов кто-то из вот это вот в нос соплей шлепнул в стену и тоже определил что у него происходит наверное вот кто-то смотрит новости и кто-то что-то как-то я лично убежден что новости не работают то что они не могут работать в принципе эти массивные гигантские объемы информации сейчас абсолютно невозможно проработать обработать усвоить более того там нет никакого конкретики где входить и выходить но это отдельная тема разговора все таки у нас сегодня технический анализ вот и подраздел технического анализа здесь волновой был такой дядечка ральф нельсон эллиот который в общем то разработал всю эту конструкцию но у него это называлась волновая теория то есть он утверждал что каждое движение рынка можно назвать волной и действительно так вот если каждое движение тупо вот провести какую-то линию они как волны 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 волновая концепция он объединил большинство каких-то возможных стратегий и пытался их систематизировать собственно у него достаточно неплохо получилось но получилось у него теория как это применить на практике он был не трейдер он был теоретик он-то не применил поэтому на всех остальных возлегла такая нелегкая так сказать обязанность ответственность если вы хотите зарабатывать то нужно это сделать как-то заточить под себя вот поэтому моя торговая стратегия и никак не обзывал просто таковой стратегии алексея громова поэтому я так как я это понимаю так как я работаю так как я это вижу через мою призму через мою практику через мой опыт я вот эту теорию преобразовал и зарабатываю на ней по моему это важно в первую очередь заработать да ну хорошо такие теоретические экспорты провели вы понимаете теперь о чем речь в двух словах с помощью чего нам определить собственно говоря этот тренд ну ладно там по евро сейчас более-менее что-то понятно да вот если вы перейдете например по евро на пятиминутку то тут уже не очень понятно а вот то есть здесь вниз здесь вверх здесь вниз здесь вверх здесь снова вниз еще сделать ну как бы вот ну там и начинают люди в какие-то новости лезть короче какой-то бордель это все прям плохо работает вот я имею ввиду новости и попытание гадания на вангование да то есть включать себе вангу тут нужно анализировать рынок как его проанализировать смотрите предположим да у нас есть какое-то движение на рынке потом это посмотрим на графику там какое-то пятиволновое движение значит волновой анализ он волновой анализ он говорит о том что каждую из этих волн каждую из этих движений вот помните как я на графике тоже вот такое накалякал можно значит на более мелком таймфрейме тоже определить внутреннюю структуру да вот это называется меньший волновой уровень это нам позволяет видеть что внутри да ну представьте что вам бы пришлось лечить человека не знаю что у него внутри как это было в средневековье например мрачное средневековье и соответственно каждый из этих уровней тоже один включен в себя на другом таймфрейме на другом волновом уровне это так называемый принцип матрешки или принцип фрактальности вложенности один от другого поэтому у нас состоит задача это называется все разметкой рынка и у нас стоит задача определить собственно говоря вот вот что происходит на рынке с помощью разметки рынка что происходит главным образом тренда то есть единственная задача разметки рынка это определение тренда все других задач у него нету ну некоторым просто нравится это сделать это уже другая история ну вот разметка как вы видите красный волновой уровень самый младший черный волновой уровень в данном случае он самый старший статусом там это может тоже пойти и так далее неважно вот то есть вот это вот матрешка у нас определена с помощью разметки мы определяем сейчас вы можете задать вопрос ок а как нам определить когда тренд начался элементарно поскольку каждая из этих волн имеет свою определенную нумерацию я исключил все эти а б ц дубль в и греки и зеды у меня только их может быть пять волн либо 3 либо 5 все вообще другого не дано то есть внутри волны либо 3 либо 5 все очень просто каждую волну так можно разбить если сейчас что-то может быть непонятно там на примере останется более очевидным наглядно соответственно раз два три 4 5 ну и так далее да то есть вот это вот маленькая первое первой и так далее она пошло 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 каждую из этих можем определить так вот тренд у нас начинается когда происходит пробой если поставить вот такую горизонтальную линию условно над первой волной пробой вершинки первой волны что это и тогда у нас на зеленом волновом уровне тренд что это и тогда у нас на розовом волновом уровне тренд что получается предположим ну предположим где-нибудь на h1 мы определили что у нас текущий тренд это зеленый предположим гипотетически это может быть h4 просто чтобы в общем понимали концепцию на h1 мы определили это может быть и на m15 что у нас восходящий тренд зеленого волнового уровня вот вот с этой точки да я ее зеленым сейчас намалю и вот вот у нас прям с этой жирной точке у нас пошел восходящий тренд на h1 да чтобы понимать мы переходим соответственно на более мелкий таймфрейм как вы видите здесь это выражено в виде розового волнового уровня например на m15 и определили внутреннюю структуру то есть старший волновой уровень старший тренд у нас идет вверх вам абсолютно очевидно да если работать ну то что работать и входы нужно искать вверх вот так это и работает то есть на одном таймфрейме на одном волновом уровне определили тренд сейчас общую картину объясняю да а на более мелком волновом уровне на более мелком таймфрейме мы на нем работаем предельно просто как самолет сначала определил эшелон в высоту а потом по нему лететь вот мы определили направление тренда и работаем дальше по нему так ну что я надеюсь что пока все понятно так давайте я попробую найти где тут у нас с вами по пум 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 чат вопросы какие то есть а ну про времена примежуток я сейчас уже объяснил волновой уровень это визуально как горизонтальный уровень или просто как волна проход цены но такими категориями мы не общаемся волновой уровень это волновой уровень ну собственно это то что я сейчас нарисовал так сейчас остановлю демонстрацию потом мы перейдем на график участники слушайте не судите строго я сам в первый раз со всем знакомлюсь так что ну по крайней мере в чате я не вижу никаких вопросов если бы они были то наверное они бы были так что так что смотрите пока дальше я понимаю что вопросов у вас масса я вам сказал с самого начала что это нормально вот потому что мы все таки мы сейчас пытаемся по всему свету скакать бежать все сразу же найти все сразу же определить а это сложновастенько правда поэтому едем дальше наберись терпения насколько я знаю потом у тикмила на канале это все будет выложено кстати не сказал что тикмил меня пригласил провести с вами лекцию вот так что в общем я снова запущу тогда демонстрацию экрана да и мы примерно на график какой-нибудь переходить ну вот эта панелька это у меня риск менеджер если это кому-то о чем-то говорит если не говорит то тогда пока не заморачиваетесь вам пока рано об этом кстати вот это вот тоже спрашивают хотя не знаю кому это зачем надо вот это вот штука это у меня и пик пэн это рисовать на доске если вы не коуч что вам вряд ли это понадобится дальше график я делаю белым чтобы не было наглядно видно понятно у меня так зрение лучше сжимаю я всегда на максимум то есть обратите внимание у меня не вот такие размера а самые максимально сжатые потому что я смотрю на волны они на отдельные бары свечи возможно есть стратегии ну есть точно стратегии с которыми можно зарабатывать но насколько ли можно будет зарабатывать я не знаю я могу сказать только за свою стратегию про которую точно вот могу сказать значит что еще тут такое про графики ну светку я убираю объемы мне ну не нужны тем более на форексе они не работают вот это их надо отдельно смотреть если они кому-то нужны но я не вижу смысла оставляю только временной период то есть друзья мои смотрите у меня нет ни индикаторов а правда иногда фибоначчи использую но это исключение исключительно для точек входа и то не для всех меня их семь что еще ну все то есть график должен быть максимально чист и пуст голова у вас должна быть полна знаний а график должен быть пуст от всякой гадости бяки и наносного все остальное лишнее наносное график должен быть максимально простой технический анализ чем большим профессионалом вы будете становиться тем меньше вам что-то нужно будет на графике хочется верить что я уже прям но это путь длинной жизни всегда чему-то учишься и так далее хорошо теперь давайте ну вот евро у нас вот возьмем допустим аж 4 сейчас я попробую вместе с вами а это все дело размыт отматываем назад то о чем я сейчас говорю как я повторюсь если вы что-то не усвоили не поняли не запомнили потом пересмотрите станет понятней я объясняю всегда очень просто на первый раз может быть не очень понятно что тема совсем новая но разберетесь итак сейчас посмотрим давайте на графике что у нас есть на графике открыли аж 4 я сразу говорю я торгую могу торговать на любых таймфреймах в том числе на дневных каких угодно но основной мой так сказать анализ идет h1 m30 основная торговля идет m1 m5 m15 наверное вот если плюс-минус брать именно вот такой максимально сжатый вариант это m1 m15 потому что ну видите насколько график сжимается вот это вот целые сутки у меня это выглядит так мне проще не увеличивать масштаб а мне проще просто по разным таймфреймам пройтись через некоторое время привыкается очень быстро становится легко понятно наглядно то есть это как ваша карта поймите график он не подстраивается под таймфрейм он такой какой он есть и вы не можете с этим ничего сделать но вы можете подстроиться под график и таймфрейм это и есть наша подстройка когда часто спрашивают на каком таймфрейме лучше торговать этот вопрос не имеет смысла на любом отвечаю я всем на любом вы можете на любом торговать успешно вы можете на любом на разном таймфрейме работать на любом анализировать но и подумайте логически сами что если вы будете торговать на d1 сколько у вас будет сделок несколько сделок в год даже если взять много инструментов как у меня сейчас здесь да и кроссы и золото и так далее то ну я не знаю сколько там несколько десятков в год все поэтому чем ниже таймфрейм тем больше торговли сразу говорю вам для тех кто утверждает что на m1 невозможно работать вот я работаю на m1 на нем возможно работать не забивайте себе голову о разных покемонов которые словами разных покемонов которые ни черта в этом не понимают начинают утверждать что это шум да какой к чертовой бабушке шум если рынок там был если там была цена если это был компромисс между продавцом и покупателем значит там тоже можно работать и нужно просто нужно уметь это делать так дальше что бы я вам хотел сказать ну вот кстати вот посмотрите да вполне себе обычный график обычные движения ничего в них такого сверхъестественного нету бывают конечно инструменты где таки арванина в одну в другую в третью сторону ну тогда да тогда на таких графиках лучше не работают но если мы берем валюты мажора кроссы между ними если мы берем нефть золото что еще там индексы кстати тоже хорошо работают вот то тогда ну друзья мои что может вас остановить только ваши собственные внутренние какие-то конфликты комплексы или ограничения неумения да поэтому надо учиться расти и развиваться и так как я уже сказал без лирических оступлений к сожалению никак так вот как я сказал что я работаю где-то анализирую рынок h1 на м30 торгую на меньших в среднем м5 где-то это такое ключевой фундаментально м1 тоже как видите когда он у меня сильно сжат то вполне нормально выглядит вот так что еще значит поехали давайте вот у нас я вам сделаю разметочку давайте посмотрим давайте я где-нибудь вот отсюда возьму потому что смотрите чем выше подниматься тем можем больше бесконечно все это дело анализировать размалевывать вот поэтому я сейчас подойду и примерно вот где-нибудь вот отсюда начну размещать рынок вот что у нас сейчас есть поэтому что мы можем как мы можем это все дело обозначить вот условно у нас обозначим вот эту часть сделаем разметочку то есть определим тренд хорошо что мы можем как мы можем это делать так панелька это бегает сменим свойства видите я уже практически не размечаю поэтому будем тут с вами я только если ученики мои так я собственно ну давайте пусть будет красным не очень видно здесь но будет красным разметка идет от одной крайней линии к другой будет у вас сейчас сто тысяч миллионов вопросов ну ничего не попишешь вот придется ну как бы работать с тем что есть предположим то есть сейчас на данный момент вот у нас идет м30 h1 растущий тренд и он еще пока еще не закончился то есть в рамках красного волнового уровня у нас идет растущее движение растущий тренд раз два три соответственно вот на этом вот волновом уровне вот отсюда у нас начался тренд то есть когда произошел пробой этой вершинки хотя бы на один пункт все значит здесь можно будет искать точки входа для того чтобы искать точки входа нам нужно перейти на меньший таймфрейм то о чем я говорил раньше и разметить график там давайте мы перейдем и разметим каждую из этих волн на более мелком таймфрейме это предельно просто давайте сменим цвет чтобы это было более наглядно вот голубой давайте тут у нас будет трехволновочка она такая не очень заметная но помните как в ДМБ видишь сорка не вижу а он есть значит вот у нас троечка то есть получилось первая синяя вторая синяя третья синяя значит я вам скажу совсем коротко существует семь правил их надо по отдельности сейчас рассказывать и объяснять на это у нас нет времени к сожалению вот значит но каждая волна она размечается на либо 3 либо 5 в данном случае и как их определить как я уже сказал есть семь правил они более точных если мы не можем их погружаться то самое краткое определение они должны быть пропорциональны да вот причем в большинстве случаев третья волна должна быть самой длинной вот хотя бы поймите это это уже хорошо это уже достаточно для того чтобы понимать вам какое у нас сейчас состояние на рынке да тренд или флэп хорошо дальше теперь у нас это конструкция здесь три волны да причем третья волна даже будет короче вот ну и самая здоровущая вот она у нас тут вот давайте обозначу первая волна условно там вот она вторая вот да третья вот конечно синюю волну тоже можно внутренней конструкции разметить и тогда вы еще раньше сможете увидеть тренд ну вот вот здесь да соответственно видите какой огромный промежуток движения мы смогли с вами определить и соответственно в нем работать причем вот то что сейчас у нас есть на рынке да то что есть сейчас это у нас общее примерное состояние флэпа то есть произошел предыдущий пробой подволны соответственно какого-то волнового уровня мы сейчас не будем размечать произошел пробой и у нас общее состояние флэпа для того чтобы дальше торговать на рынке допустим дальше давайте возьмем евро минимум удобнее всего всю конструкцию анализировать вот я лично буду искать входы когда у нас произойдет цена пойдет пробьет либо этот уровень либо создаст какой-то новый тренд пойдет вниз да и пробьет этот уровень все только после этого я буду искать точки входа вниз давайте еще какой-нибудь пример разметим вам было может быть более наглядно так но не похоже давайте золото может быть еще у нас там по золоту тоже похоже сильно растет так новозеландец чего у нас там уже тоже растет вот ну сегодня таких вчера сегодня такие не очень хорошие торговые дни рынки такие болтанки падают флэтуют не очень вот ну вот смотрите да тоже допустим давайте я вам сейчас вкратце я думаю вам будет полезно понимать давайте все таки вернемся на евро вам будет думаю полезно понимать как в этой всей конструкции как вам в всей этой карусели работать ну вот допустим определили мы что у нас растущий тренд да что нам с этим делать для этого существуют разные точки входа с помощью которых мы можем собственно входить в рынок да что такое точки входа в моем понимании точка входа это конструкция состоящая собственно из самого входа да если мы говорим про покупку то стопа и если а ну в любом случае в данном случае выход будет вверху если мы говорим про покупку это так если мы говорим про продажу то с точностью да наоборот вот вот эти расстояния они зависят ну от того собственно как вы создали свою точку входа вот у меня они бывают разные при этом при этом друзья мои вот огромный важный момент вот моим опытом ой на тестере стратегий ну и такая программа тренажер я наверное заключил я даже не скажу сколько тысяч сделал на реальном рынке я заключил за все время тысячи сделок тысячи и по моему я считаю немаленькому опыту я хочу сказать что самый лучший самый прибыльный самый выгодный вариант торговли это работать фиксированно то есть когда у вас выходы входы и стопы выставили и забыли что как оно часто бывает да вот возьмем какой-нибудь пример вот предположим вы вошли была вот первая волна вот она вторая волна вы здесь вошли да надеюсь вы видите экран вот здесь поставили стоп а выход у вас где-то здесь то есть обычная нормальная внутридневная торговля в расчете на заработок кстати говоря эта точка входа называется меня в начало третьей волны в третью волну вот она особенность ее в том что стоп небольшой а профит в пять раз больше значит ну здесь вот единичка а здесь пятерочка но по таким сделкам много стопов вот соответственно потому что ну прибыли перебивают любые убытки а другой вид у меня входов когда один к одному но в таком случае прибыльных сделок намного больше то есть если здесь минус 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 там одна здоровая плюс которая перебивает еще и с плюсом остаемся то здесь минус плюс плюс да то есть это разные входы и по типу по содержанию ну вот предположим вы вошли где-то здесь да мы сейчас говорим про фиксированные почему они должны быть фиксированы вот выход допустим поставили где-то здесь ну там концу дня либо какая у вас там система у меня такая по фибоначчи 161,8 выставил ок ждем и тут цена как бы пошла 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 и тут поперла вниз что делает большинство трейдеров я уверен что большинство из вас присутствующих вы начинаете распускать руки да в отношении рынка а рынок не любит когда в отношении него распускают руки и вы начинаете что-то там двигать передвигать пытаться передвигать без убыток что там еще делать в итоге вы закрываетесь либо с убытком либо там с нулевым или минимальным профитом потому что вам страшно а если бы вы выставили фиксировано выставили и забыли то у вас бы поболталось и закрыло бы вас в хороший хороший профит в пять раз больше чем возможное столбство подумайте сколько вы могли бы заработать и таких примеров на рынке миллион да вас могло быть выбить и по стопу безусловно конечно я надеюсь что вы все понимаете что без стопов на рынке никак да потому что Это кто создает рынок? Рынок создают люди. Люди совершенны? Нет. То есть рынок несовершенен. Кто создает торговые стратегии? Люди. Люди совершенны? Нет. Соответственно, торговая стратегия несовершенна. Рынок несовершенен, торговая стратегия несовершенна. Поэтому, конечно, стопы будут. Но тут тоже очень-очень важный момент, сегодня такие вещи вам важные старались донести. Даже знаете, сегодня про тренд, конечно, важно, но фундаментальные вещи, чтобы вы понимали. Очень важно, чтобы вы понимали, что не бывает точки входа, которая дает гарантированную прибыль. Такого просто нету, крестик, не бывает такого. То есть не бывает такого, что вот у вас есть точка входа, и вы пошли там фигачить раз, два, три сплошные профиты подряд. Нет. Но бывают такие торговые стратегии, научившись пользоваться которыми, вы можете гарантированно работать в плюс, в долгую. То есть у вас будет больше плюсов, чем минусов. Но минусы будут тоже. Точно так же, как, ну, не знаю, невозможно всю жизнь водить машину и ни разу не получить штрафа там, или чтоб Гаёвый не остановил, или там не царапнуть машину. Ну, ну, не бывает такого. И никто же не думает о том, что это как-то плохо или неправильно, или что кто-то плохо учит. Потому что правила дорожного движения несовершенны, вы где-то что-то не соблюдаете, машины тоже не идеальны и так далее. Пешеходы тоже не идеальны и так далее, да. То есть, но есть в нашем случае торговые стратегии, которые позволяют в долгую стабильно зарабатывать. Вот это очень важный момент, о чем я сейчас говорю. Я хотел бы, чтобы вы это запомнили. Так, ну, хорошо. Я знаю, что тут далеко не все новички. Ой, ну, поверьте, вот ко мне приходят люди учиться с 10, 15 и 20-летним опытом работы приходят люди, и говорят, что я столько работаю и не могу зарабатывать. Только сливаю. Либо, что чаще всего человек очень сильно изматывает. У меня тоже такое было. Это когда-то в плюс, то в минус. Это у очень многих. Это изматывает сильнее всего. Ну, хорошо. Давайте, допустим, возьмем то же самое там какой-нибудь... Вот у меня на М30 открыто. Давайте тупо М30 проанализируем. Чего у нас тут сейчас есть? Вот. Я сейчас прям буду это размещать, чтобы было быстрее. Есть первая волна, есть вторая волна, есть третья волна. Пошла, условно, четвертая волна, но она настолько глубокая, что тут уже есть большие сомнения, сохранен ли у нас тренд или нет. По правилам окончания трендов точно мы можем, не можем еще пока сказать, закончился или нет. Это тема следующих занятий. То есть следующее занятие у нас будет работа внутри тренда. Я сейчас немножко забегаю уже в нее. Вот. Третье занятие у нас с вами будет через две недели. Да, получается. У нас будет с вами, когда тренд заканчивается. Это очень важная будет тема. Там же будут и коррекции, и работа с коррекциями. Вот. И там, может быть, чуть подробнее расскажу вам про точки входа, потому что вам уже, собственно, будет на чем основывать понимание этих точек входа. А пока просто про начало. Да, вот сейчас пока начало-то. В принципе, можно вернуть, я считаю. Да, давайте так. О, хорошо. Дальше что? Эту каждую волну тоже можно разметить. Первая, вторая, третья. То есть, видите, начиная с этого момента, мы тут два дня вниз могли спокойно работать. Дальше. Здесь была троечка. То есть, прежде чем у нас еще появился любой шанс для входа, мы ничего бы еще не успели потерять. И вот у нас здесь пошла такая вот конструкция. На данный момент, как я вижу, она пятиволновая. Вот то, о чем я говорил. То есть, внутри волны либо три, либо пять. И основной критерий их определения – это соизмеримость. То есть, волны внутри не должны быть заизмеримы. Конечно, это торговая стратегия, это не система. Это в торговых системах 30 пунктов профит, 5 пунктов стоп. Но такие торговые системы долго не работают. Совсем даже не работают. Поэтому в любом случае нужно работать, как бы вам сейчас не хотелось услышать обратное, через стратегию, если вы хотите работать и зарабатывать в долгу. Если вы хотите прийти, схватить и уйти, то лучше вообще, друзья мои, не в трейдинг. Сходите в казино, у вас там больше шансов. Потому что трейдинг все равно заберет ваши деньги. Так же, как и в казино. Но мы говорим, если про один раз. То есть, про несколько раз. Такого не бывает. Вы потеряете. Слишком много тут разных вводных и переменных. Рынок хочет забрать ваши деньги, если вы не умеете ими пользоваться. Как там, по-моему, Генри Форд говорил, что деньги, они как ноги, отнимаются у тех, кто не умеет ими пользоваться. Поэтому, если вы не умеете пользоваться своими деньгами, то у вас их оберло. Либо они сами отвалятся от вас. Ну, хорошо. Вот, смотрите, следующий момент. Вот, поэтому я говорю, стратегии важны. Именно стратегиями надо учиться. А тут важен опыт. Ну, продолжим на скоком. Вот у нас первая, вторая, третья. И вот, начиная с этого уровня, мы могли, допустим, на М5, М15 искать хода вниз. Вот, и так далее. То есть, если мы начинаем анализировать не как сейчас с М30, да, а, допустим, начинаем мы анализировать рынок с М15, то у нас будет еще более мелкая разметка, например, там, вот этой вот волны. Да? И, соответственно, внутри нее будут какие-то конструкции. Начнем анализировать с М5, то еще и мельче. Таким образом, это позволяет нам искать тренды на более и более и более мелких таймфреймах. И понимаете, в чем прикол волнового анализа? В том, что можно работать и в трендах, и в коррекциях, но с умом. Но делать это нужно умеющим. Так, ну, в принципе, с большого. У нас сегодня все. То есть, давайте я вам напомню. А, ну, я вам обещал чуть-чуть закинуть проточку входа, да? Хорошо. Давайте я вам про нее закину. Так, сейчас я тут. Хорошо. Смотрите. Вот возьмем, давайте, вот этот кусок. Я его увеличу. То есть, вот у нас есть какая-то синяя волна вверх и какая-то синяя волна вниз. Вот этот вот увеличенный кусок. Теперь давайте я размечу эту конструкцию. Предположим, я сейчас не буду смотреть, но как я вижу, здесь у нас троечка вверх. А здесь первая, вторая, третья волна вниз. Соответственно, как это работает? Здесь мы выставляем вход после окончания коррекции. Здесь стоп. А здесь, допустим, профит. Например, один к одному. Все. Я сейчас перейду на более мелкий тайм, но для этого мне придется удалить всю разметку. Поэтому смотрите, как уже рассмотрите. Где-нибудь на М5 мы зашли здесь, стоп поставили здесь, выход здесь. Ну, тоже где-то внутри дневной торговли. И забрали свой кусок. Сколько тут пунктов будет? Под 50 пунктов. Хопа положили в карман. Вот так это и работает. В зависимости от разных трендов, от разных волновых уровней, так это и работает. То есть давайте я сейчас перейду на более мелкий тайм. Я вам сейчас покажу эту точку входа, чтобы вы не думали, что я ее выдумал. Вот, собственно говоря, что у нас происходило. То есть нисходящее движение, нисходящий тренд. Вот коррекция, вот такая троечка. Ну, правильно я ее увидел. Первая, вторая, третья. Значит, я выставил ордер на продажу. Здесь поставил стоп. Ну, и дальше там был профит. Забрали там свой кусок. Ну, вот так, вот так это работает. Вот так. Как мы видим, после этого, да, там рынок ушел в другую сторону. Ну, тут пока я никаких ходов не вижу. Видите, тут сегодня вообще бардак. Вверх, вниз, расходящиеся флеты. Вот такое сомнительное удовольствие. Удовольствие ниже среднего. Поэтому очень важно тоже уметь такие моменты пересиживать, как говорится, на заборе. В общем, пересиживать. Вот, в принципе, это одна из точек хода, как это можно работать. Поэтому я сегодня рассказал вам вообще о важности тренда. Рассказал вообще о таймфреймах и как работать вообще с ними. Это очень важные сегодня моменты мы обсуждали. Особо важные моменты я на них указывал. Значит, с помощью чего определяется тренд от разметки важности ее. Поговорили о том, когда же начинается этот тренд. Вкратце, о точках хода. Более подробно мы с ними поговорим на третьем занятии. На следующем занятии у нас с вами будет продолжение тренда, как работать с ним в продолжении. И на крайнем занятии у нас будет окончание тренда. И когда у вас в голове сформируется вот эта вот триада, концепция, то вам намного-намного легче будет видеть и понимать и читать рынок. Вы в некотором роде, друзья мои, станете как рентгеновский аппарат. А с большими тренировками как аппарат МРТ. Таким образом. Надеюсь, я вас не замучил сегодня. Текст. Ого, пошли какие-то вопросы. Так, хорошо. Тут с вами в чате общались даже так. Давайте я гляну. Если будут какие-то вопросы, я сейчас отвечу. Если я смогу ответить в данном контексте. Потому что вам проще будет тупо пересмотреть. Ну, по евре уже смотрели, возвращаться не будем. С чего начинается старт анализа? Ну, с разметки. Какие критерии построения волновых уровней я тоже говорил. Фибу натягивают на первую волну. Я работаю фибу только с точками входа. Про окончание флета будут какие-то мысли. Будут на третьем занятии. Точка входа ищется, и сам вход делается на том таймфрейме, где делается разметка, или на младшем таймфрейме. На младшем, собственно, о чем я несколько раз и говорил. Ну, что ж, спасибо, что пришли. Надеюсь, что вам было полезно. Обязательно пересмотрите это видео, когда оно будет выложено. Вам станет все намного понятнее. Сегодня уже это, наверное, не будет, но в ближайшие дни обязательно. Что ж, меня зовут Алексей Громов. Спасибо, что пришли. Я постарался для вас вложить по максимуму. Понятно и коротко. Все, спасибо. Пока-пока. До свидания. Продолжение следует...